Украинские силовики перебросили на восток страны специально обученную группу диверсантов. По данным ополчения, их 15 человек и все они прописаны в населенных пунктах ДНР. Главная задача лазутчиков – подрыв предприятий на неподконтрольных Киеву территориях и убийство политиков Донбасса. В самой столице шахтерского региона. Минувшие сутки прошли относительно спокойно. Город обстреливали, но никто не погиб. Что происходит в Донецке сейчас, узнаем у нашего специального корреспондента Алексея Ивлеева. Алексей, вам слово. Ольга, интенсивность канонады действительно за прошедшие сутки снизилась в сравнении с тем, что происходило еще утром, днем, накануне. Но между тем, северные районы Донецка по-прежнему находятся под обстрелами. Самая последняя информация, которую мы получили от главы Киевского и Куйбышевского районов Ивана Приходько, несколько снарядов разорвались в микрорайоне 26 бакинских комиссаров. Это частные невысокие дома, и там, к сожалению, получила ранение одна из женщин. Кроме этого, в течение суток обстрелились и другие населенные пункты ДНР. В течение дня было зафиксировано 28 обстрелов. Больше всего сегодня подвели с обстрелами это до Кучаевска. Пять раз данный населенный пункт обстреливался. Здесь Горловка. Было замечено попадание Весеноватое в Донецк. Это районы Киевский, Куйбышевский, Петровский. Кроме того, украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать позиции ополченцев в районе Красного партизана, который вот уже несколько суток находится под их контролем. И также интенсивные бои сейчас идут в районе Дебальцево. Это как раз между Горловкой и Донецком. Именно этим объясняется то, что накануне эти два города подверглись такому массированному артообстрелу со стороны украинской армии. Как сообщает Министерство обороны ДНР, в ходе этих боев украинская армия потеряла пять танков. Они были подбиты и, кроме того, удалось еще один танк взять в качестве трофея. Так что бои на этом направлении продолжаются и они очень интенсивные. Ольга. Спасибо. Из Донецка, где не прекращаются обстрелы, был наш специальный корреспондент Алексей Ивлеев.